Невыносимо легкая индустрия. Выставка напоминания о былой славе нашего края как текстильной столицы России открылась в Белом зале музея Бурылина в четверг. Она приурочена к легкой индустриальной неделе, которая стартовала в Иванове 6 октября. Название выставки кураторы считают провокационным, отчасти навеянным романом «Невыносимая легкость бытия». Первое слово названия выставки как раз заключено в том, что люди старшего поколения помнят о том, что текстильная тема звучала везде и всегда. Это было настолько навязчиво, что даже невыносимо. А вот теперь ее, возможно, даже не хватает. В экспозиции выставки более 20 работ. Из коллекции Ивановского художественного музея и музея Бурылина кураторы постарались отобрать наиболее яркие и колоритные картины, которые написаны художниками в эпоху расцвета текстильной промышленности во второй половине 20 века. У нас очень много фабрик на фабриках. У нас и работало большинство наших жителей. И, само собой, очень много художников ходило туда. Художники писали с натуры. Там работали студенты, учились, там работали зрелые художники, создавали замечательные картины. Картины в последнее время хранятся в основном, конечно же, в фондах, музеях или в частных коллекциях. Поставляются не так уж и часто. Писать с натуры, как вспоминают художники, было не так-то просто. Чтобы не отрывать рабочих от производства, творить приходилось во время перерывов. Но и в эти короткие промежутки удавалось запечатлеть нечто интересное. Картины Руфеля Михайлова отличаются своей динамичностью. Он пытался изобразить на холсте каждое движение, каждую эмоцию натурщиц. Однажды я, значит, раз, перерыв 20 минут. Я гляжу, как здорово. У предной машины, ну, моложая женщина в розовом так вальяжно, как у Рубинса, знаешь, вот так, крудина все. Ну, видать, она чуть беременна. А с ней пожилая такая, знаешь, беседуют они. Ну, на ящике сидят. Я, знаешь, невероятно. Ну, для меня это все, я, знаешь, раз рисунок. И все это вот, как они разговаривают, как она вальяжена, губы там. И пожилая там все. И сделал такой живой набросок. Среди присутствующих сын художника Михаила Агеева Сергей. Самого живописца уже нет в живых, а вот его картины до сих пор актуальны. Несколько из них представлены и на этой выставке. Он черпал вдохновение в природе. Но фабричные пейзажи с их совершенно особенными красками и атмосферой обойти стороной не мог. Вот фабричный дворик он рисовал из окна мастерской своей. Вот такой вот день выдался. Не очень светлый, такой пасмурный. А выглянул в окно. Очень живописно. Тут вот люди идут, домики. И вот пришло вдохновение нарисовать такую картину. Эта экспозиция – возможность показать современному поколению, что легкая индустрия в свое время была не только тяжелым трудом, но и предметом гордости. И даже в рабочих цехах всегда находилось место для творчества и искусства. Выставка будет работать до 20 октября, а после картины снова вернутся в свои родные пенаты. Полина Понасицкая, Алексей Гарин, РТВ Иваново.